Президенты, министры и руководители департаментов школьных республик собрались в Самаре. Руководят они государствами вымышленными, но к делу относятся серьезно. Школьное самоуправление, что оно дает завтрашним выпускникам. И почему так полезно учителям отдавать часть своих полномочий? Расскажет Нина Ванина. Истоки школьного самоуправления нужно искать в пионерии и комсомольских организациях. Некоторые до сих пор носят похожую форму. Ребята слетелись со всей области. Кошки, Большая Глушица, Тольятти, Нефтегорск. Школьники имеют представление о том, как сделать жизнь лучше. Никто, кроме самих старшеклассников, никто, кроме самих учащихся школы, не сможет защитить их права лучше, чем они сами. Не сможет школьной администрации, педагогам образовательного учреждения рассказать, как видят ребята организацию своего досуга, своей какой-то культурной деятельности. Алена не президент и не премьер-министр. От этой системы в их школе решили отказаться. Она просто главная по старшеклассникам. Кураторы так называемых комиссий сдают ей отчеты, а она держит ответ уже перед завучем. Каждая комиссия отвечает за что-то определенное. Наукообразование за интеллектуальные игры, досуг за проведение веселых перемен, труд за чистоту в школе, пресс-центр, если проводятся какие-то конкурсы на доску объявлений. От разговоров к делу на лекции напоминают, как и для чего нужно составлять план проекта. Для того, чтобы вам не вывезти за график проекта, для того, чтобы вы достигли самое главное что? Цели. Поставить цель и организовать акцию по борьбе с курением. Или очистить озеро в родном селе. Заранее рассчитать затраты, необходимые ресурсы и достигнуть результата. Сегодняшние школьники не играют в самоуправление, а живут здесь и сейчас. И не важно, кем каждый из них станет, инженером, волонтером или же чиновником, принимать взрослые решения и брать на себя ответственность, нужно научиться уже сейчас. Нина Ванина, Александр Ерофеев, Новости губернии.